Прямо сейчас поговорим о первом музыкальном шоу, которое каждое воскресенье на протяжении нескольких месяцев делало огромный вклад в рейтинг самоизоляции городов. Конечно же, я говорю про шоу «Маска», которое в финальном выпуске собрало у экранов практически всю страну. Проект уже стал главным событием года и лучшей развлекательной программой последних четырех лет. На прошлой неделе все маски были сброшены. Многие были уверены, кстати, что победителем станет олень, в костюме которого скрывалась Лариса Долина. Но жюри решило дать дорогу молодым, и первое место досталось льву. Царем зверей и триумфатором шоу стал участник бывшей группы «М-бенд» Анатолий Цой. Когда-то, кстати, он уже одерживал победу на нашем канале в шоу «Хачук Меладзе». Теперь он снова номер один, победитель первого сезона проекта «Маска» Анатолий Цой. Он же «Лев» в студии Центрального телевидения. Добрый вечер. Добрый вечер. Толь, ну традиционный, конечно, вопрос. Как здоровье, скажи? Слава Богу, все прекрасно. Стараюсь ни с кем не контактировать. Ну и провожу время с пользой. Смотрю фильмы, читаю книги. Молодец. Я не случайно спросил, мы же без масок с тобой сидим, да? А теперь о шоу. Признайся честно, когда жюри каждую неделю рассыпалось в комплиментах, хотелось тебе снять маску, чтобы поскорее узнали, кто же этот человек. Были моменты, когда жюри меня прям прижимали к стенке и начинали задавать какие-то более личные вопросы, потому что я с каждым из членов жюри знаком лично. И когда они начинали вот где-то очень близко прям подходить, мне прям уже хотелось сказать, да вот он, да, это я. Потому что очень тяжело врать, глядя в глаза этим замечательным людям. Когда они задают там, допустим, вопросы, про Регина задавала вопрос, есть ли у тебя Тэфи? Филипп Бедросович спрашивал, а не приглашал ли ты меня там сниматься в свой клип? Ну, вот каждый из них задавал вот именно личные вопросы. Кстати, о Филиппе Бедросовиче. Он у тебя, скажи честно, не отжал костюм? Потому что, мне кажется, он идеально бы ему подошел. Сто процентов, сто процентов, мне кажется, ему бы он подошел, но пока вроде вот лежит. Класс. Смотри. А, так он уже все, я так понимаю, забрал. Ну, это мы примерили, я не знаю, что на самом деле. Кстати, Филиппу позавчера исполнилось 53 года. Поэтому давайте все вместе сейчас его поздравим. Филипп, с днем рождения. С днем рождения, Филипп Бедросович. Слушай, ну, ты уже побывал в шкуре участника, да? И сейчас я хотел бы тебе очень коротко предложить попробовать себя в роли как раз угадывающего, кто скрывается под маской. Мы попросили несколько известных людей скрыться под масками Инстаграма. Давай посмотрим, как у тебя получится отгадать. Итак, первый участник. Внимание. Паликудрявая стояла. Кто это? Давай, давай. Давай вариант. Мне кажется, что это Вера Брежнева. Вера Брежнева. Так, откройте нам это лицо. Паликудрявая стояла. А это Карина. Следующий. Блин, это нереально. Следующий вариант. Ну, варианты. Это Антон Лирник, мне кажется. А это на самом деле, покажите нам, Денис Клявер. Это просто нереально, как угадывается. Следующий участник, а вот, попробуй. Давай, вариант. Не знаю даже, пусть это будет Анита Цой. Анита Цой. Пелагея. Так, покажите нам. Ая, город 312. Голосец, как я и не узнал. Ну и последний шанс, финальная загадка. Неужели ни одного не отгадаешь? Давайте нам последнего участника. Лев должен отгадать льва. Все. Не знаю, почему, но мне кажется, что Иосиф пригожен. Молодец. Но на самом деле, это был я. Серьезно? Что ж, я тебе желаю большой сольной карьеры от души. И чтобы тебя принимали без маски, так же, как и в маске. Субтитры подогнал «Симон»